На старой черно-белой фотографии три солдата. Один из них – наш герой, тогда еще 20-летний пехотинец Николай Миронов. Батальон стоял в небольшом польском городке Сопоте. Готовились к очередной операции. Но боевой путь Николая Ивановича начался раньше, в 43-м. Тогда молодого парня из небольшой Вологодской деревни призвали на фронт. Так начался долгий путь к Курской дуге. Сначала полгода еще неопытных парней учили обращаться с оружием. После этого отряд молодых бойцов сразу отправили на передовую, а оттуда – ни шагу назад. Пока были силы, держали оборону или переходили в наступление. День путался с ночью. Одну ленту выстрелил, вторую перезарядил, стал стрелять. Мина одна летела, а не долетела, упала. А потом летит мина, а этот солдат, который лежал, он уже опытнее был. Я-то еще и неопытный был такой, что летит он меня по ногам пихнул, и я упал. Я на него обиделся, думаю, что делать-то. Так опытный товарищ спас жизнь молодому бойцу после Курской битвы о освобождении Украины и Белоруссии. Тогда солдата впервые ранят в ногу. Почти сразу после этого Николаю Ивановичу пришлось принять на себя командование ротой, а затем он попал в разведку. Брали языков, определяли огневые точки врага и наносили их на карту. В одной из таких операций Николай Ивановича контузило, в другой он потерял товарища. После этого Николай Иванович решил уйти из разведки. Вернулся в родную роту и пошел освобождать Польшу. Правда, сам День Победы солдат не помнит. Его тяжело ранили. По горлу прошли две пули, в теле множество осколков. Срочная операция, много дней, без сознания. Очнулся, вспоминает ветеран, в горле трубка. Можно призаткнуть, как слышно будет. А я не знал, откуда. Неграмотно было, пока не научились, что затыкать можно. Я говорю, а никто меня не понимает и не слышит. Потом научили. До конца августа 45-го Николай Иванович пробыл в госпитале. После войны вернулся на родину, женился, родились дети. Переехали в Череповец. Бывший военный работал до самой пенсии. Игрущиком, и шофером, и крановщиком. Сейчас историю этого великого человека бережно хранят родные. Одна из девочек, второкурсница. Я работала во втором ГПТУ преподавателем русского языка и литературы. Вот решила написать именно об этом человеке, моем отце. Сочинение мне очень понравилось. Оно не было признано лучшим, но, по крайней мере, для нашей семьи оно является очень важным. Копия этого сочинения есть у каждого члена семьи, как настольная книга. Дети радуются, их отец еще очень активный и жизнерадостный. Он до сих пор ездит на дачу сажать картошку, любит бывать на концертах и слушать военные песни. Вот только подпевать им бывший солдат не может. Голос к нему после боевых ранений так и не вернулся. Мария Ебеленко, Сергей Павлов. Новости. Мария Ебеленко, Сергей Павлов.